Коллеги, добрый день. Собственно, в первую очередь, спасибо организаторам за возможность выступить в такой интересной секции. Два слова буквально о себе. Я больше 10 лет в ритейле, успел поработать в разных эмплуа и в развитии, и в маркетинге, в категорийном менеджменте. Но последние годы все больше в том, что связано с технологиями, технологиями для ритейлов, в части взаимодействия с покупателями, финтехи немножечко. И про это сегодня будет моя презентация и про то, как эти технологии использовать для того, чтобы повышать эффективность бизнеса. Но вначале расскажу чуть-чуть про Калининград. Перенесемся на 4000 километров на северо-запад. Было интересно в первой секции много узнать про Узбекистан. Я, как и многие гости, прилетел ночью, еще не успел ничего увидеть. Но благодаря презентациям какое-то первичное понимание сформировалось. Вот для того, чтобы лучше понять те кейсы, о которых буду говорить дальше, чуть-чуть про интересный регион. Он один из самых небольших по площади в России, но при этом с довольно высокой плотностью населения. И вот в чем, что немножко роднит с Узбекистаном, Калининградская область – один из немногих регионов, где в течение последних 30 лет практически каждый год отмечается прирост населения. К сожалению, не из-за того, что рождаемость высокая, а из-за того, что много людей переезжает из других регионов. Мягкий климат, практически курортный, ну и фактически курортный. И довольно динамично развивающийся регион. Ну и Калининградская область – это даже не эксклав, а на самом деле полуэксклав, потому что есть море, по которому можно с большой Россией, как мы называем, остальную часть страны соединиться. Но фуд-ритейлу, ну и ритейлу вообще в регионе это не очень помогает. Логистика всегда была трудной. И кроме этого еще одна интересная история сформировала профиль, ландшафт регионального ритейла. А подавляющее большинство жителей Калининградской области, понятно, что эта история про то, что случилось до ковида, хотя бы один раз была в Европе, в странах ЕС. Здесь, конечно, интересные такие модные столицы, города, но большинство ездило, бывало в соседней Польше, где в ближайшем регионе представлено, ну, пожалуй, больше десятка крупнейших европейских торговых сетей. И вот эта привычка чуть ли не каждые выходные выезжать в соседнюю страну, чтобы что-нибудь купить и погулять, потом, может быть, чуть-чуть переросшая в погулять и что-нибудь купить, она очень сильно повлияла на то, как складывался рынок ритейла. Ну и вот для сравнения гораздо меньше, в полтора раза меньше калининградцев бывали вот в этой самой большой России. Такой необычный регион. В то же время, в последние годы, благодаря или вопреки ковиду, геополитической ситуации, Калининградская область становится очень популярной среди туристов внутренних, поэтому мы тоже видим большое количество покупателей, которые приезжают из других регионов не навсегда, а на некоторое время. Пару слов о Spark и Ленинград. Может быть, кто-то не знает, но Spark – это международная сеть, которая объединяет независимых ритейлеров, независимые компании, которые оперируют на разных территориях. Обычно один партнер – это одна страна, но из-за того, что Россия самая большая, в мире страна, в России несколько партнеров Spark. И Spark и Ленинград, несмотря на то, что работает в небольшом регионе, второй по размеру из этих торговых сетей. Цифры, которые характеризуют… Самое главное – это самый крупный ритейлер в регионе и по количеству покупателей, и по количеству торговых объектов, и по аудитории. На впечатляющих цифрах еще остановимся по аудитории. Сейчас это 106 магазинов до конца года откроется еще два. Основной формат – это формат супермаркета в площадью торговой 400 тысяч квадратных метров, но есть магазины и дома, и суперсторы, и супермаркеты более крупного формата. Несколько слайдов просто с картинками интерьеров. Spar – это красивые магазины, это магазины, в которых особый акцент на свежести и на готовой еде, на кулинарии. Это все присутствует в разных форматах. Ну и вот, собственно, цифры. У Spar есть программа лояльности, называется она «Клуб друзей». Была она запущена относительно недавно, в 2019 году, но вот, наверное, самая впечатляющая цифра, она в правом верхнем углу. При населении чуть больше, чем миллион человек, больше 700 тысяч подтвержденных номеров телефонов в базе. Да, среди них есть примерно до 100 тысяч человек, это как раз те, кто приезжали в регион в качестве туристов, но все равно практически каждый экономически активный житель региона зарегистрирован в этой программе лояльности. Ну и, конечно, высокие показатели вовлеченности. Также успешное приложение, большое проникновение, больше 340 тысяч копий, высокая активная аудитория. В принципе, мы с коллегами оцениваем, что оно входит в топ-2 среди B2C-приложений, если не считать, понятно, мессенджеры, социальные сети, то, что на борту стоит у каждого при покупке смартфона. На сегодняшний день уже больше половины оборота проходит с предъявлением карты именно из приложения. Ну и такой тоже важный момент. Не только местная аудитория, пользователь оценивает позитивно приложение, но и на федеральном уровне приложение не раз остановилось, получало награды на престижные премии, конкурировало там с федеральными сетями. Что важно, в моей презентации дальше будет в основном иллюстрации этого формата, формата макапа. А коллеги сегодня уже говорили о том, что с одной стороны все борются за внимание, с другой стороны в последние годы наше восприятие окружающего мира, ну и не только окружающего, но и, конечно, цифрового, оно часто сужается до вот этого вот прямоугольничка. То есть мы смотрим на мир через такое туннельное зрение. Здесь в этом смысле мобильное приложение, конечно, становится очень важным, если не самым важным, каналом коммуникации, каналом взаимодействия с покупателем. Неважно, находится он в магазине или за его пределами в сегодняшнем мире. Теперь немножко про цифровизацию в целом. Здесь несколько классификаций, они не претендуют на то, чтобы быть исчерпывающим, но, тем не менее, довольно важно это осознавать. Направлять наши усилия по цифровизации мы можем как на внутренние процессы, автоматизировать что-то в процессах бэк-офиса. Они могут быть направлены во внешнюю среду. И здесь вот под поставщиками мы понимаем не только поставщиков товаров, но и тех, кто помогает нам вести бизнес. Ну и, конечно, это взаимодействие с покупателями. Юля тоже про это сегодня говорила, и я сконцентрируюсь в своей презентации именно на это направление. Центр компетенций, ну если мы не берем очень крупные компании, которые могут себе позволить целое подразделение, которое занимается цифровизацией, автоматизацией, собственной разработкой, он тоже может быть очень разным. И, как правило, это обусловлено тем, кому нужнее, кто готов тратить дополнительные собственные силы на то, чтобы получить результат, который может привести к цифровизации. В этом смысле это могут быть и, в общем-то, логичные представители IT-департамента. Это может быть операционный блок, которому важно повышать эффективность процессов. Это может быть маркетинг, у которого свои KPI, проектный офис, если он есть в компании. Ну и более редкая ситуация, когда есть кто-то, кто агрегирует на себе то, что называется цифровой трансформацией, и может использовать ресурсы разных подразделений. Ну и, пожалуй, самое важное, на чем мы сегодня тоже остановимся, это эффекты от цифровизации. В первую очередь, конечно, то, чего мы ждем, это увеличение продаж. Не менее важна история с сокращением расходов, которые мы видим в операциях в первую очередь. Ну и имиджевые эффекты тоже имеют место во всей этой истории. Очень примитивная и очень лукавая одновременно картинка. Здесь такая аллюзия на кривую инноваций. Но давайте посмотрим отдельно на две функции, на две кривых. Понятно, что речь скорее о эффективных инновациях, которые показывают себя с течением времени, которые не являются тупиковыми. В этом смысле, конечно, с течением времени стоимость этой инновации становится значительно меньше. С другой стороны, вырастают и эффекты, и скорость внедрения инноваций. Но лукавство, собственно, заключается в том, что если не начинать на том этапе, когда это еще достаточно дорого и достаточно небыстро, можно просто не успеть к тому моменту внедрить это у себя, когда это становится уже гигиеной. Не инновацией, а и даже не конкурентным преимуществом может быть, а одним из ключевых факторов принятия решения о том, где делать покупку. Поэтому лукавство-то, собственно, в том, чтобы вовремя понимать и тратить силы на то, чтобы внедрять вещи, которые помогут оставаться конкурентоспособными. Здесь снова вернусь к предыдущему спикеру и к тому эпиграфу, с которого коллега начинала свою презентацию. Нужно бежать очень быстро. Зачем ритейл нужна программа лояльности? Почему я выше говорил про нее в Spark и Ленинград? И мобильное приложение тоже. Здесь несколько слоев. Первый и самый банальный – это информация о ваших покупателях. Без лояльности вы работаете серой массой, вы не знаете, кто приходит в магазин, кроме вот этой общей цифры в количестве чеков. Когда вы получаете информацию, наступает такой тактический или операционный, инструментальный уровень, вы проводите активности, вы стремитесь делать их эффективными, вы их оцениваете, считаете и повторяете практики, которые приносят эффекты. Но в общем, стратегическом смысле, конечно, это все ради того, чтобы развивать своего покупателя, повышать ценность в долгосрочном периоде ваших с ним взаимоотношений. Но дальше начинаются не самые очевидные эффекты того, зачем эти инструменты бизнесу. Программа лояльности может стать настоящей платформой для цифровизации ваших отношений с покупателем, а в какой-то момент даже инструментом, который помогает вам продвигать важные, нужные для вас изменения, которые принесут вам эффекты, которые еще пока не очень понятны покупателю. Ему нужно убедить начать этим пользоваться, и это помогает делать как раз лояльность. Когда мы говорим про мобильное приложение, то многие ритейлеры сталкиваются с ситуацией, особенно это видно в фуд-ретейле, когда центром и основным действием, ради которого покупатель приходит в приложение, становится та самая карточка, которую надо показать на кассе, просто потому что так удобнее. Это центральная функция любого мобильного приложения. Но нам же приложение, мы же в него инвестируем не для того, чтобы покупателю просто было удобно, и ради этого одного действия. Мобильное приложение – это набор эффектов, которых мы можем достигать за счет развития покупателя, в том числе в этом канале. И вот этот спираль или круг, начинать движение по нему можно с разных точек, с точек, которые важны для самого покупателя, конечно. В первую очередь это поощрение или коммуникации. Например, мы даем что-то за то, чтобы покупатель возвращался в этот канал, он начинает замечать в этом канале сервисы, которые мы делаем для него, чтобы ему было удобнее, чтобы ему было проще, решаем какие-то его проблемы. За счет того, что он этими сервисами пользуется, у нас появляется больше точек коммуникации. Мы доставляем важную для нас информацию, и для него тоже, конечно, благодаря которой он тоже принимает решения о своих покупках. Кроме этого, все люди любят играть, все люди любят проводить как-то интересное время, поэтому покупателю нужно давать развлечение внутри этих каналов коммуникаций, но в то же время ожидает от него каких-то целевых действий, даря ему что-нибудь за то, что он свою активность в этом канале коммуникации проявляет. После этого целевого действия он получает как раз очередное поощрение, и так по кругу. В Spark и Ленинград в какой-то момент сервисы, которые были реализованы в приложении, тоже начали формировать экосистему, но к системе слово «модное» вопрос «зачем?» Ответ в том, чтобы ту аудиторию, которая всем этим пользуется, начать все-таки монетизировать. И здесь как раз три самых главных, ну, два из них важнее, может быть, на первый взгляд, но третий тоже немаловажен. Эффекты – это как раз увеличение продаж за счет различных способов, это возможность экономить за счет более эффективной работы бизнеса во взаимодействии с покупателем, ну и то, что сложнее всего обычно считать, это имиджевые, репутационные какие-то эффекты, но тем не менее иногда они тоже становятся очень важными поводами для того, чтобы привлекать внимание покупателя. Сейчас мы конкретнее остановимся уже на уровне кейсов на них, ну, сначала про увеличение продаж. Мобильное приложение по определению более эффективный канал коммуникации, мы это увидим в цифрах еще чуть ниже, ну, хотя бы потому, что мобильное приложение дает вам возможность отправлять бесплатную коммуникацию в виде пуша. В секции у нас уже есть вопрос, я заметил, про смс-сообщения. Мобильное приложение в бесконечность раз дешевле, чем смс-коммуникация. Да, конверсия в открытие пуша может быть ниже, но с вашей аудиторией у вас появляется бесплатный канал без посредников. Кроме этого, различные механики, которые могут повышать эффективность, снижая фрод со стороны покупателя или кассира, ну, и давая разнообразие покупателю. Разнообразие дает, безусловно, и персонализация промо, где есть место, в первую очередь, как раз машинному обучению и различным другим новым технологиям, которые, с другой стороны, позволяют вам успешнее конкурировать с другими сетями, потому что вы отстраиваетесь в ценовой и промо-конкуренции. Покупатель видит специальное предложение для себя, которое не может прийти и сфотографировать или переписать, как ценник ваш конкурент. Когда мы говорим про развлечение, это, безусловно, история про геймификации, потому что в играх покупатель может получать какие-нибудь купоны, какие-нибудь скидки, бонусы или подарки, которые заставят его прийти в магазин, повысить частоту посещения, увеличить средний чек, и это тоже будет эффектом от этого вашего взаимодействия в цифровом канале. Безусловно, Ecom, как новый канал продаж для оффлайн-ретейлера, очень важная история, не только потому, что это еще один способ взаимодействовать и становиться более омниканальными. Это еще и возможность конкурировать там, где вы просто географически не представлены. Мы говорим про уровень, может быть, микрорайонов, но вы становитесь доступными гораздо большему количеству покупателей, которые до этого вас не выбирали, просто потому что вы не присутствовали в зоне доступа их и удобства их перемещения. Вот как раз вторая серия кейсов. Это экономия на издержках. Здесь то, как коллеги из маркетинга свои изначально бумажные активности переводят в цифровой формат. Это не только про удобство пользователя, который относится к этому как к сервисной истории. Это еще и, собственно, большие, особенно на дистанции, большие эффекты от того, чтобы не тратить деньги на бумагу, на типографии, а взаимодействовать через более удобные каналы, которые стоят гораздо дешевле. Плюс еще экологическая повестка. Это скорее к имиджевым историям относится. Прайсчекер. Казалось бы, очень простой инструмент, но очень полезный, очень пользующийся популярностью у самих покупателей, который позволяет не отвлекать продавцов от выкладки товара или того, чтобы они сидели на кассе в момент часов пик. Возможность не печатать ценники и экономить ленту, с другой стороны, повышает удобство для самого покупателя. Здесь тоже все очевидно. И сегодня многие покупатели уже до половины выбирают именно этот способ. Платежный сервис как одновременно способ ускорить обслуживание на кассе и снизить издержки на банковские услуги. То, что мы сделали с парк Калининград, позволяет просто прийти в QR-код, в котором объединена и программа лояльности, эта идентификация по карте лояльности и одновременно распоряжение на оплату сужает все, что касается оплаты и лояльности до одного действия со стороны покупателя. Только предъявил этот QR-код, и дальше никаких подтверждений. Оплата происходит автоматически после того, как сумма известна. У меня уже буквально предпоследний слайд. Рейтинг товаров, оценка и обслуживание – это работа с обратной связью. Она помогает улучшаться и дает покупателю ощущение того, что его слышат. Это же можно сказать и про работу с отзывами. Ну и вот как еще один имиджевый сервис – это новость в приложении. То, что совсем не связано, казалось бы, с ритейлером, но то, что повышает омниканальность и экосистемность. Наверное, на этом остановлюсь, чтобы передать слово. Хотел бы отметить один важный момент. Коллеги говорили сегодня про то, как быстро развивается рынок в Узбекистане. И у меня есть такой пример из российского рынка, который платежный рынок, банковский рынок, это близко к организаторам форума, в свое время перепрыгнул через такую веху развития, как бумажные чеки, чековые книжки. Вот то, что происходит сегодня в Узбекистане с ритейлом, оно, с одной стороны, выглядит, как игра в догонки, в том числе с российским опытом. С другой стороны, у вас есть возможность побежать гораздо быстрее в гораздо более интересные и перспективные технологии, чем те, на которых, может быть, на какое-то время остановились и на соседних рынках. Собственно, этого вам хотелось бы пожелать. Спасибо за внимание и удачного дня.